Когда я только, вот знаете, из всех вот этих вот компьютерных GTA-самповских новостей перекочевал в Flame Roleplay, прям целенаправленно закупал рекламу, и люди, типа, в комментариях почему-то очень часто, ну, просто подумал, что, типа, ну, может, чуваки стараются, может, чуваки там хотят всё это сделать. Да, они что-то делают, да, они там всё вот это вот показывают, но мне что-то особо не верится в то, что они, опять-таки, только я там ещё обвинил Rockstar Bombid за то, что они информацию никак не проверяют, и при этом, и просто, и оказалось, что вот это такое, это такие слова, такие выражения, они были не только у меня, там, я не знаю, вот, скачать заранее, и ссылочка на Flame Mobile. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Иногда так бывает, вещи, проекты, люди не оправдывают своих ожиданий, возложенных на них, но вот проблема, знаете, в чём? В том, что времени-то прошло мало, и я, вроде как, доверился, я, вроде как, ну, поручился, там, или вроде того, я начал рассказывать новости, я начал всё вот это вот делать. Вообще, давайте вернёмся немного назад. Когда я только, вот, знаете, из всех вот этих вот компьютерных GTA Самповских новостей перекочевал, медленно ещё перекочевал, можно даже так сказать, вот во все эти мобильные новости, там был проект, вот такой, знаете, ещё пока что никому неизвестный особо, Flame Mobile, Flame Roly Play и всё вот это вот прочее. И в то время, вот только выйдет какой-то пост, посвящённый всему этому Flame Mobile, только всё это появится, только всё вот это вот как-то вообще будет там, да, рекламный пост, не рекламный, неважно, но, по-моему, там были в основном рекламные, то есть Flame Roly Play прям целенаправленно закупал рекламу, и люди, типа, в комментариях почему-то очень часто хейтили. Мне тогда это всё было, ну, абсолютно точно непонятно, я думал, серьёзно, чуваки, зачем вы так? Типа, начинающие проекты, их же нужно поддерживать, нужно, там, знаете, если вам интересно, вы можете зайти, не обязательно донатить, вы можете зайти, просто посмотреть, что там вообще такое происходит. И, понимаете, в чём дело? Я тогда доверился, и, ну, просто подумал, что, типа, ну, может, чуваки стараются, может, чуваки, там, хотят всё это сделать, круто, классно, и так далее. И получилось так, что они открылись, и закрылись, потом сразу же на доработку. Я такой, типа, пиздец, чуваки, вы, наверное, больше не откроетесь, если честно. Но потом случается следующее. Мне, вот, я там начал делать видеоролики о том, что, вот, я, мол, не верю, что, мол, вот, там, да, они что-то делают, да, они там всё вот это вот показывают, но мне что-то особо не верится в то, что они, опять-таки, смогут запустить весь свой проект, сервер, после всего этого, что они, там, не забудут, что случится вот это вот всё прочее. Я вообще во всё это не верил, и мне было, ну, как-то, в общем, я был скептично настроен. Но потом я всё-таки подумал, типа, да ладно, ну, может быть, действительно, там, какие-то проблемы были, может быть, действительно, что-то там, я не знаю, плохое было у них, и они решили, что вот так вот позориться мы не хотим. Мы, нам просто нужно сделать хороший продукт, хороший проект и так далее. Ладно, я поверил, тем более, чуваки-то неплохие, там, даже, я не знаю, за ролик, я по приколу сказал, что, типа, ну, заплатите меня за этот ролик, действительно, заплатили. То есть, люди, ну, типа, ну, нормальные, вроде как, мне показалось. И сейчас, вот, я не так давно рассказывал о том, что, там, у Джаздена вышел ролик насчёт группы GTA V Mobile, то, что они, там, всех наёбывают, всё вот это вот прочее делают. И у меня вышел вот такой же видеоролик просто с пересказом того, что уже нарул Джазден и с призовом посмотреть его видеоролик, только я там ещё обвинил Rockstar Bombid за то, что они информацию никак не проверяют, и при этом выдают вот всё это. Говорят, мол, вот, там будет вот весь GTA V Mobile, GTA V Android, всё вот это вот прочее. Вы мрази, вы хуесос, вы поганые, блядь, наёбщики, обманщики, блядь. Я всё это сказал, что, блядь, про нападение на меня написать вы не можете, блядь. А фейк вкинуть, блядь, поддержать фейк вы можете, блядь. Почему так происходит? Вы чё, охуели, блядь? Чё это такое нахуй? И просто я, типа, такой, ладно, похуй, Rockstar Bombid хуесосы, там, поддержали, может быть, чё-то не разобрались, может быть, там, какие-то вот эти вот все прочие вещи были. Типа, ну, мне без разницы абсолютно всё это. Но не так давно произошёл инцидент, от которого я просто, блядь, выпал. Я просто охуел, мне просто Джазден написал, говорит, смотри, блядь. Я смотрю, реально пиздец. И просто, и оказалось, что вот такое, такие слова, такие выражения, они были не только у меня. И я, да, то есть, я ёбнулся, блядь. Всё дело в чём? В Flame Mobile они закупили рекламу в этой самой группе GTA V Mobile. То есть, вот эта вообще группа GTA V Mobile, она была создана для того, чтобы там раскрутиться как-то и начать продавать всю вот эту вот рекламу, либо там собирать деньги с донатов, всё вот это. Вот опять-таки Джазден про всё это рассказывал. И вот они продали видео, там, первую рекламу. То есть, что они сделали? Чувакам из вот тех, кто был подписан на рассылку, те, кто вообще ждал всего этого GTA V Mobile, пришло сообщение, мол, скачивай игру, типа, там, я не знаю, вот, скачать заранее и ссылочка на Flame Mobile. То есть, понимаете, Flame Mobile купили рекламу вот этих вот, блядь, наёбщиков у чуваков, которые просто, блядь, наёбывают людей. Вот я тем самым подсовываю им просто какой-то пол, блядь, видеомонтаж, блядь, Adobe Premiere Pro, блядь, Photoshop, блядь, я не знаю, Sony Vegas, всю прочую хуйню, блядь. И Flame Mobile у этих людей покупает рекламу. И, по сути, типа, ну, реклама, она везде реклама, типа, маркетинг, он, типа, ну, любой похуй. Но мне чё-то, мне так хуёло стало, и я просто, я подумал, блядь, вы чё, то есть, сначала вот это вот, блядь, закрытие, переоткрытие, доработка. Сейчас вот эта вот хуйня вся, типа, ну, это ж вообще пиздец, реклама, блядь, у наёбщиков покупает, нахуй, это ж по-любому недёшево стоило, я полагаю. И вот такая хуйня, блядь, вот такие вот методы продвижения, типа, ну, методы продвижения могут быть разные, если они, типа, особо сильно, там, я не знаю, по принципам как-то не бьют, типа, если всё нормально и так далее, то тогда ладно. Но лично мне, вот, я ёбнулся от этого, блядь, что чуваки просто вот из Flame Mobile, из Flame Roleplay, которым ты вроде бы доверял, которые вроде бы как, типа, подавали какие-то надежды, постоянно говорили, да нет, да ты чё, да мы вот придём, мы всё сделаем, и всё вообще будет у нас классно, и вот делают вот такую вот залупу, блядь. Ну, то есть, у них недавно там ещё вроде как УБТ проходило, я не знаю, чё было, и вот как раз-таки реклама была закуплена перед вот этим вот всем УБТ, или во время УБТ, там, то, что играть можно в 17.00. Вообще, эти долбоёбы из GTA 5 Mobile, они даже между собой договориться не могут, постоянно какие-то, блядь, рассылки делают, то, какие-то, блядь, там, каналы, то ещё чё-то, вот это вот самое, я не знаю, там, потому что вышел пост, типа, что на самом деле с GTA 5 Mobile произошло, там, почему пришла рассылка на другой проект, вот какие-то каналы там скинули, всё прочее, потом эту всю новость удалили, в общем, там какой-то пиздец происходит, и во всём этом пиздеце руководитель Flame Mobile закупает рекламу вот этих вот людей. Зачем? Почему? Кому от этого лучше стало? Много людей вообще привлёк. Мне кажется, это чисто такой, знаете, репутационный удар, и я, я чё-то вот, если будут какие-то потом вопросы, мол, там, обсуди Flame Mobile, обсуди, там, вот это вот всё прочее, я не хочу больше. Потому что, блядь, сегодня, нахуй, они покупают рекламу у GTA 5, вот этот вот Mobile, блядь, завтра, блядь, у Адольфа Гитлера, блядь. И я ко всему этому причастен непосредственно, потому что, ну, это пиздец полный. Я, я, хуево, мне очень, мне дико, блядь, стыдно за то, что я вот про них ролики делал на доброте душевной, чисто вот так вот, блядь, и, ну, один раз, правда, попросил по приколу, чтобы они мне, блядь, заплатили, и действительно, там, кинули донат. Но, тем не менее, это, это, это пиздец, чуваки, я не знаю, зачем, нахуй вы это делаете, блядь, ну, в самом деле, вам люди верили, вроде как, вы вот такую хуйню, блядь, занимаетесь вот таким вот, блядь, продвижением, заебись, что, блядь, блядь, не хочется даже. Ладно, чё-то, чё-то я, блядь, разнылся. В общем, я играл на проекте Arizona Mobile, Phoenix, заходите туда, по айпишнику в описании, там вся информация, мой никнейм, мой промокод, все прочие вещи. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете зайти, там вы тоже можете со всем этим ознакомиться. Заходите, ознакомливайтесь, смотрите, и... Flame Mobile, ну, просто пиздец, я не знаю.